Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Подвели итоги прошедшей переписи населения. Несмотря ни на что, задачи были выполнены, перепись успешно проведена. В Молоковской амбулатории открылась добрая комната. Думаю, что в каждом нашем медицинском учреждении такая комната должна быть, для того, чтобы наши детки чувствовали себя комфортно и уютно. Во дворце спортовидное прошла традиционная елка главы. Дед Мороз, старик! Хороший? Целый месяц осенью проходила всероссийская перепись населения. И вот в конце уходящего года пришло время подвести итоги. В здании администрации торжественно подвели итоги переписи населения. Масштабное событие проходило в муниципалитете, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября. Всего в Ленинском городском округе было задействовано более 450 человек. В зале собрались контролеры переписных участков. Можно сказать, что это актив. Это актив нашего, наверное, Ленинского района. То есть мы очень досконально подбирали кандидатуру, потому что он работает с переписчиками, он их обучает, он контролирует работу. Подвёл итоги и поблагодарил переписчиков заместитель главы администрации Ленинского округа Эдуард Арадушкин. В своём выступлении он подчеркнул важность и актуальность проделанной работы в быстро развивающемся муниципалитете. Неоднократно даже в процессе переписи в течение этого периода, в месяц, менялись там задачи, подходы и так далее и тому подобное. И несмотря ни на что, задачи были выполнены, перепись успешно проведена. Все участники собрания были награждены благодарственными письмами. Стоит отметить, что наш муниципалитет по результатам переписи вошёл в тройку лидеров Московской области по приросту населения. У нас было такое большое строительство, и поэтому у нас очень много людей, которые жили, скорее всего, может быть, даже жили у нас в районе, но были без прописки. А перепись, она позволяет указать именно то фактическое население, можно сказать, что постоянное население, которое проживает у нас на территории. По предварительным данным, сейчас в округе проживает более 360 тысяч человек. Благодаря этим цифрам можно будет планировать строительство новых социальных объектов и разрабатывать программы поддержки населения. Дмитрий Книга, Кирилл Иоаннов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На днях в Молоковской амбулатории открылась «Добрая комната» – региональный проект партии «Единая Россия», который реализуется уже не первый год. В медицинских учреждениях Ленинского городского округа это уже пятый детский уголок. Торжественное открытие посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Посещение медицинских учреждений – не самое приятное занятие для любого человека. Когда речь идет о детях, то вопросы вовсе становятся болезненным. С недавних пор юные пациенты куда охотнее стали идти на процедуры, ведь во многих поликлиниках и больницах появились специализированные пространства для игр. Проект партии «Единая Россия. Добрая комната» реализуется с 2019 года. За это время удалось создать порядка ста таких уголков. «Такая вот домашняя обстановка, вот такой уголок, где детки могут почувствовать себя как дома, он как раз помогает разрядиться ребенку и заняться каким-нибудь делом, переключиться, порисовать, поиграть в игру, посмотреть мультики. И сама по себе идея очень хорошая. Почти в каждой поликлинике нашей больницы все-таки мы такие места находим и будем находить. Думаю, что в каждом нашем медицинском учреждении такая комната должна быть, для того, чтобы наши детки чувствовали себя комфортно и уютно». В Ленинском городском округе четыре добрые комнаты, а пятую в преддверии Нового года открыли в Молоковской амбулатории. Население здесь стремительно растет, появляется все больше молодых семей с детьми. Запрос на игровой уголок был высокий. «Вы приходить теперь будете сюда в поликлинику не только за витаминками, но и для того, чтобы поиграть и повеселиться, потому что есть замечательное оборудованное место. Мало того, на втором этаже ребятки лечатся, у них там стационарное лечение, они тоже имеют возможность спуститься сюда и развеяться, поиграть, отвлечься от своего больничного расписания». В торжественной обстановке в честь запуска проекта «Красную ленточку» вместе с юными пациентами перерезал депутат Московской областной думы Владимир Жук. «Все готовы? Все вежливо!» Традиционно каждая комната оборудована детской мебелью, игровыми наборами, мягкими развивающими игрушками, книгами и раскрасками. Маленькие пациенты Молоковской амбулатории незамедлительно начали тестировать новый уголок. Помогал им в этом клоун Алекс. «Вы знаете, нам разрешили немножко похулиганить. Раз, два, три, подбрасываем вверх. Раз, два, три! Раз, два, три! Пользуясь случаем, депутат Московской областной думы посетил и Видновскую районную клиническую больницу, чтобы поздравить медиков с наступающим праздником. Тем более сейчас такие большие длинные выходные. Будут наши новогодние, рождественские. Все врачи будут медицинские работники на своих рабочих местах. То есть наши жители не останутся без медицинской поддержки в эти праздники. Поэтому приехали их поддержать, сказать спасибо, поздравить с Новым годом. И, конечно, привезли сладкие подарки. Для того, чтобы в минуты отдыха могли наши медики спокойно попить чай. Такие визиты для Владимира Жука уже стали традиционными. Как отметил народный избранник, профессия врача во все времена была одной из самых престижных. А в эти непростые пандемийные годы и вовсе стала самой важной. Приятно, что про нас не забывают. И периодически нас посещают как представители администрации, депутаты, также представители бизнеса, Ленинского городского округа, за что им огромное спасибо, что нас не забывают и поддерживают в столь непростое время для нашей работы. Напомним, Винновская районная клиническая больница в режиме ковидного стационара работает уже с мая 2020 года. И все это время наши врачи борются за жизни пациентов, спасая их от страшного недуга. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева. Вид.НТВ. Представители Ленинского отделения боевого братства Владимир Песоченко и Николай Орлов, а также депутат Совета депутатов Олег Федоров поздравили экипаж боевого корабля «Гремящий» с годовщиной поднятия флага. Тему продолжит Наталья Буслаева. За более чем 300-летнюю историю отечественного флота в его состав входило несколько поколений кораблей, носящих имя «Гремящий». Один из современных корветов и сейчас под этим именем в любой момент готов приступить к выполнению боевых задач. 29 декабря был поднят в городе Санкт-Петербург на северной верфи. За этот год экипаж пережил достаточно много интересных вещей. Они прошли в ходе испытаний более 30 тысяч морских миль. Это говорит о многом. То есть прошли испытания, все сдали на хорошо и отлично. Пройдя порядка 15 морей, два океана. Представители Ленинского отделения боевое братство Владимир Песоченко и Николай Орлов, а также депутат Совета депутатов Олег Федоров поздравили экипаж боевого корабля «Гремящий» с годовщиной поднятия флага. От лица Совета депутатов Ленинского городского округа и как член боевого братства хочу поздравить наших моряков с небольшим, но все-таки ярким событием. Во все времена под этим именем ходили одни из лучших кораблей, защищали рубежи нашей Родины. И всегда, во все времена, одним из лучших считался именно корабль «Гремящий». От лица боевого братства хочу поздравить боевой корабль «Гремящий» с годовщиной поднятия флага на борту. Пожелать вам успехов в выполнении боевых приказов, где есть победа и результат. Я уверен, что экипаж «Гремящий» продолжит славные традиции этого знаменитого корабля. Поздравляю еще раз вас с днем корабля и с наступающим Новым годом. Стоит отмечить, что история сотрудничества между нашим муниципалитетом и «Гремящим» началась в 1996 году и продолжается в настоящее время. Наша дружба длится достаточно давно. Начиная с Северного флота, это 1996 год, когда были подписаны соглашения с эскадринным миноносцем «Гремящий» 956 проекта и Ленинским районом Московской области. Тогда подписали со стороны корабля, подписал командир капитан первого ранга «Белкин» Виктор Леонидович, а со стороны Ленинского района Василий Юрьевич Голубев. И с тех пор эта дружба не заканчивается. На сегодняшний день «Гремящий» находится во Владивостоке. По своим техническим характеристикам фрегат уникален. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближайшей морской зоне. Славные традиции и важные имена на флоте не исчезают бесследно. Они продолжают жить стараниями поколений моряков и кораблестроителей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Леонид Щукин, Видное ТВ. В Совете ветеранов Ленинского городского округа подвели итоги работы за два прошедших года. За это время активистами общественной организации проведено более ста уроков мужества. Подготовлена уникальная выставка к столетию службы внешней разведки. Отмечены все памятные даты в военной истории. Какие планы представители старшего поколения строят на следующий год, за чашкой чая узнала наш корреспондент Галина Житкова. Ветеранская организация – одно из самых многочисленных общественных объединений Ленинского городского округа. В составе более 5000 представителей старшего поколения. Несмотря на почтенный возраст, многие продолжают активно работать на благо жителей муниципалитета. Свои главные задачи считают патриотическое воспитание молодежи. Удалось все-таки утвердить и установить в этом году памятник, которого так долго ждали именно герои Советского Союза Духова Алексея Михайловича. Причем установка этого памятника, когда обсуждения, были разные мнения, но прислушались к мнению ветеранской организации и первичной, и нашей, установили и торжественно открыли. Кстати, на открытии были и внуки, и правнуки, 9 человек. На традиционное подведение итогов за прошедшие два года собрались члены Президиума Совета Ветеранов. Вспоминали все главные события не только муниципального, но и регионального уровня. И, конечно, строили планы на следующий, 2022-й. Следующий год у нас тоже очень знаковый. Он начнется с того, что 22 января мы будем отмечать 80 лет освобождения Московской области от фашистских захватчиков. И впереди тоже целая серия, целый комплекс событий, мероприятий, дат, за которыми стоят живые люди. Ветераны планируют в следующем году вернуться к привычному режиму работы и считают, что готовы к этому, потому что все прошли как вакцинацию, так и ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Уже в марте проведут конференцию с кардинальными изменениями в объединении. Мне бы очень хотелось, чтобы возникла некая некоммерческая организация, потому что возможности у совета будут другие. Вы будете иметь возможность проекта направлять на получение различных грантов. Уютная встреча за чашкой чая завершилась вручением новогодних подарков. Впереди длинные каникулы, и ветераны проведут их к кругу семьи. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошла традиционная елка главы Ленинского городского округа. Мероприятие проводится с 2007 года. Что подготовили для ребят в этот раз, узнал Максим Козлов. На входе необходимые меры предосторожности, проверка QR-кодов и температуры. В фойе на первом и втором этажах праздничная суета. В этот день елка главы Ленинского округа пройдет в трех отделениях. Пригласительные на нее получили более 4,5 тысяч детей, проживающих в муниципалитете. Пока заполняется зал, на сцене проходит интерактивная программа. Дед Мороз старик хороший, а он носит шляпу и калоши? Нет. Несмотря на большое количество детей, организаторы, праздники и волонтеры грамотно распределяют потоки, направляющиеся в большой зал. Когда все гости, наконец, занимают свои места, свет в зале гаснет и начинается сказка «Метелица». Я бедная и несчастная, потому что со мной никто не играет. Ну вот что мне делать, мам? Что делать? Да. А лети-ка ты в лес и принеси мне новой пряжи. Представление длилось около часа. Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы сказка получилась эффектной и зрелищной. Прекрасное профессиональное звуковое и световое оборудование позволяло воплотить любые режиссерские идеи. Гей, 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 губен, бей, губен, бей. В Ленинском округе новогоднее представление во дворце спорта «Видное» для детей проводится с 2007 года. В организации елки главы участвует огромное количество людей и привлекаются значительные ресурсы. Все для того, чтобы подарить маленьким жителям муниципалитета новогоднее настроение. Это самая мощная елка, самая центральная елка, самая ожидаемая елка среди наших малышей. Это организует команда, безусловно, единомышленников, увлеченных людей. Сколько мы готовим эту елку? Ну, мы начинаем летом. А пока дети смотрели за приключениями Ментелицы и ее друзей, родители в фойе получали сладкие подарки, которые будут весьма кстати на новогоднем столе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.